Ну все, Ниола сейчас все деньги оттянет на Салихард. Вы помните были такие лозунги «нефть и газ любой ценой»? Да. Звучали такие слова «это мертвые города». Я думаю, что мы будем город на дым переселять. Вы помните свой страшный день, когда вы понимаете, что вот прямо сейчас стоим на краю? 70 лет – прекрасная дата. Есть что вспомнить. Даже, может быть, переоценить. И мы с вами попробуем сейчас это сделать. Но я хочу начать вопрос не с вашей биографии и не с вашей работы. Прослушала несколько интервью Ольги Ивановны Еловой. И у нее есть такая задаенная гордость своим старшим сыном. Она, безусловно, за вас переживала и очень сильно вас любила. Расскажите о маме. Ну да, она и воспитывала нас, в общем-то, правильно, я считаю. Я когда приехал, Ельцин меня назначил исполняющим обязанности. Я приехал, она мне сказала, зачем ты вернулся? Ты ничего здесь не сможешь сделать. Потому что я знаю, какие здесь люди, как что. Я говорю, не, мам, ты не права. Времена меняются, меняются поколения. Мы должны жить лучше, чем вы. И потом в конце она мне сказала, ты знаешь, тебя доброта сгубит. Я говорю, ну, в чем-то она права была. Знаете, когда человеку власти жесткий и сильный человек тоже не нравится. Здесь надо просто уметь лавировать. Быть когда-то добрым, выслушать людей. Ведь иногда, знаете, как вот, если ты помочь ничем не можешь, но ты человека выслушал, как бы, ну, вошел в его проблему, он уходит довольный, а я ему ничего не помог, я ему денег не дал. Но он просто понял, что я не безразличный к его судьбе. А если власть не безразлична, значит, все равно когда-то будет помощь. Поэтому вот с этих позиций, в общем-то, я и жил. Ну, мать была очень тоже добрая. Вот сколько я помню, с кем бы она ни общалась, все говорили, вот какая добрая она такая. И она действительно ко всем уважительно относилась. А вот неприятный вопрос, Юрий Васильевич. Вы говорите о том, что мама сказала, зря ты вернулся в Салихард, ничего ты здесь не сделаешь, и Салихард выглядел достаточно печально. И как губернатор вы сказали, что это будет столица ее округа. Я в этот момент была в Новом Уренгое, и очень хорошо помню те слова, когда говорили, ну, все, Ниола сейчас все деньги оттянет на Салихард, потому что будет строить свой родной город. Что Ноябрьск и Уренгое для столицы такого региона, как нефтегазовый Ямал, выглядит логичнее и даже где-то дешевле. Вот сейчас вы бы что возразили тем, кто говорил о том, что Ниолов оттягивает деньги на Салихард? Да, действительно, эти разговоры были. Оно так и было. И я, когда собрал генералов нефтегазовых, я им четко сказал, вы меня заставляете идти по самому легкому пути. Есть два города, которые претендуют, так сказать, на столицу. Это Ноябрьский, Новый Уренгое. Ну, больше Новый Уренгое, потому что это газовая столица негласно считалась. Я сказал, что нет, по легкому пути не пойдем. Вот, значит, а мне стыдно, что сегодня в Салихард приезжаете, но вы не ночуете в Салихарде, потому что в Салихарде нет гостиницы, ничего нет. И они уезжали ночевать в Лабытнанге. Там худо-бедно была гостиница геологов. Вот, и я тогда говорил и Газпрому, и генералу, вам не стыдно? Вот вы приезжаете, почему вы не хотите ехать? Я понимаю, что здесь таких условий нет. А вы у себя в Ноябрьске и в Уренгое создали такие условия. Так вот, запомните, столицу никогда мы переносить никуда не будем, а столицу будем строить. И никакой обиды быть не должно. Вот, и со временем, наоборот, они так благодарили, что действительно сегодня не стыдно приехать в столицу, порешать какие-то вопросы. Вот, ну и действительно, мне самая высокая оценка была, когда Владимир Владимирович Путин приехал, посмотрел, и сказал, что они там гордятся у себя в Швеции, в Финляндии, пусть сюда приедут и посмотрят, как на полярном круге строить надо. У вас есть таких два пионерских занятия. Первая с вас началась именно многоэтажная стройка в Салихарде. И первый многоэтажный дом вызывал даже и неприятие салихардцев, потому что по методу строительства походило все-таки на тюремные камеры. И вы это помните. Что поменялось в подходах к строительству, когда вы затащили сюда совершенно новый метод? Почему-то все меня убеждали, что здесь многоэтажные дома в капитальном исполнении нельзя строить. Что здесь линзы какие-то, так сказать, они проваливают и все прочее. Но, в принципе, к людям надо было прислушиваться, потому что люди здесь все годы жили, и строители, и прочее. Но я все же не поверил, потому что знал, почему в Норильске строили, почему в Якутске строили, а у нас нельзя. Вот я поехал в Лен-Гипротранс, тогда был в Ленинграде, встретился с учеными, попросил, чтобы сюда приехала группа. Они приехали, сделали изыскание и дали заключение, что ерунда, строить можно. Но надо применять современные технологии. То, что вот мы делали, они говорят, конечно, это не пойдет. У вас через год-два дом упадет. И все тогда. Я, значит, а с кем строить? Наших здесь. Одно СМУ было, там с топорами бегали, больше никого, значит, не было. И мне пришлось пригласить турецкую фирму. Я в Москве провел переговоры. Была фирма такая АТА. Они специализировались в Норвегии, строили. То есть они север знали. И вот я их тогда пригласил, сказал, что давайте попробуйте, может, что получится у нас. И вот они стали первый дом строить методом литья. Методом опалубки поднимали, значит. А так никто никогда здесь не строил. Даже, кстати, у Уренгои в Ноябрьске это не строили так. Ну и все, первый дом, когда стали строить, а его строят такими большими клетками, так и народ ходил, говорил, что-то Нилов с тюрьмы начал в Салихарде. Поэтому так было так. Но когда первый дом сдали, вот тогда все убедились, технология. Стенки были всего со спичечный коробок, а держали на минус 60. В доме все форточки были открыты зимой. То есть это говорит о том, что передовые технологии надо всегда применять. Не надо тянуться к старому и прочее. Мы тогда с этого первого дома мы и начали строить Салихар. И, кстати, мы первые, тогда «Газпром» тоже нас оценил, мы применили крышные котельные. Рисковали? Рисковали, да. Рисковали, потому что, ну, во-первых, мы их не опробовали, черт знает, как оно будет. А тут зимы-то были, будет здорово. Или вот как сегодня ветер, 25 метров в секунду. Конечно, как оно будет. Но когда перезимовали, первая зима, все, мы поняли, всю эту систему надо внедрять. И мы ее, кстати, начали внедрять и в поселках. Ниелов для всех, скорее всего, это все-таки равно руководитель, губернатор, выбранный губернатор. Юрий Васильевич, вот хороший руководитель, он каким должен быть? Ну, вы знаете, я всегда говорю, что на губернатора нигде не выучишься. Нет ни академий, ни институтов, где бы учат на губернатора. Губернатором становишься, когда люди тебе начинают доверять. Они смотрят и говорят, да, вроде этот парень что-то пытается сделать и в правильном направлении. И главное, надо уметь слушать людей и доверять людям, конечно, и не быть болтуном. Я вот сейчас смотрю, очень много говорят, философствуют, а иногда дел-то нет. А люди верят тогда, когда пусть маленькие, но дела будут. Вот как мы начали город? Вот с этого. Сначала первый дом, потом первая канализация, потом привели газ в Салихард. Это же парадокс был. Столица, столица Емолнецкого округа, где добывали 90% газа, у меня здесь было 48 котельных, которые работали на дровах, на угле, на соляре, на чем угодно. Только не на газе, газа не было. Вот эти дела, они, в общем-то, люди увидели это. И я не забывал, не только в Салихарде жил, правильно? Мы развивали и ноябрь, ну какой город стал, и новый Рингой, и про Надым не забывали. Хотя в свое время уже было принято решение Надым ликвидировать и полностью переселить, в том числе на Украину 50%. Но потом все же мы нашли решение и на коротком плече они работали уже в Ямбург, Баваненково. Город сохранился. Давайте этот момент уточним и зафиксируем, потому что вы только коротко сказали о том, что Надыма могло и не быть. Вот я прямо назову, звучали такие слова. Это мертвые города. В этих городах не должно быть ни одного человека. Их надо ликвидировать. Кому-то сейчас кажется, что это, наверное, миф. Но для вас это была точная реальность. Как это вы чувствовали? Сколько городов на карте? Быть просто не могло. Вот очень много ошибок было допущено при освоении нефтегазового комплекса Ямала. Вот город Надым. Мы с Ивановичем Вяхеревым встречались. А он говорит, Юр, ну что, все, медвежье уже не работает. Что там? Газа нет. У нас есть впереди другие месторождения. Что мы тут будем остатки собирать? Поэтому я думаю, что мы будем город Надым переселять. И, кстати, они начали уже строить жилье на Украине. Потом в другие города. Не только на Украину. Где-то 50% на Украину. Там в другие города. Но я ему говорил, что это нереально. Люди вот так устроены. Они будут, они вернутся сюда снова. Он говорит, да не вернется, не вернутся. У меня еще мысль была, думаю, раз он начнет выселять, я сейчас по дешевке куплю все эти дома и буду вот с этих поселков ветхих и прочих переселять в город вот сюда. А эти сносить бараки. Сталинские бараки еще были там все. И действительно, я был прав. Начали переселение. Где-то одна треть города была пустая. Все, полностью вывозили. Но люди возвращались. Бесполезно. Вот возвращались, находили сами работу, что-то там пытались сделать. И потом уже мы сели и поняли, что надо какое-то решение принимать, это решение было неправильно по переселению. И тогда сделали, я говорю, короткое плечо и стали работать на крупных месторождениях, которые были открыты. И это было оправдано. Когда так сказали, хитро прищурились прямо по-нееловски. Я по дешевке скуплю. На что скуплю, если у нас была эпоха взаимозачетов, если взаимозачеты, если я правильно понимаю, тоже родились на Ямале? Мы могли договориться с Газпромом. За те же налоги, которые он платил в городе, я бы у него забрал жилье. А это жилье бы не окупилось. 100%. Во-первых, действительно, округ был запущен, особенно районы, центры и прочее. Дорог не было. Еще сталинские бараки, какие больницы были, а школы, это вообще чудо говорить. Поэтому у меня мысль такая была. Давайте, почему бы там, где уже совсем развалюха, переселить, районные центры маленько подготовить и дальше. Но не удалось. Город стал жить нормально. Сейчас он, пожалуйста, процветает. И это правильно. Наши пути были правильные. Сейчас даже если будут разговоры, да вот он, все равно сейчас уже месторождений нет, есть еще. Мы еще шельфом не занимались, еще нефтью вообще не занимались в этом районе. Поэтому перспективы большие. Юрий Васильевич, я вот пытаюсь этот вопрос задать коротко, у меня не получается, вам честно скажу, потому что представить себе наш регион, он такой огромный и уникальный, эти слова уже очень хорошо замылены, все к ним привыкли, но тем не менее, вот вы руководитель региона, у вас с одной стороны коренное население или не водство, с другой стороны газодобыча, у вас вахтовое население, у вас абсолютно невероятный спектр задач, но все равно есть та первая, за которую можно вытянуть все остальные. Как вы перед собой формулировали, я должен сначала сделать вот это? Ну, знаете, вот к большому сожалению, когда начали освоивать Ямал, сразу была поставлена задача, люди работают на нефтегаз, вы помните, были такие лозунги «нефтегаз любой ценой»? Начали там планы делать и так далее, и действительно, люди сюда приезжали заработать и уехать, вот, это было, я считал, неправильно, и когда собрал свою команду, мы поставили задачу перевернуть наоборот, чтобы нефтегаз работали на нас, и мы, кстати, это сделали, у нас получилось, мы добились отчисления налогов, мы добились того, что нефтегазовые компании брали на себя социалку, потому что бюджет не мог, но я вам скажу, что мы бюджет подняли, будь здоров, вот, я помню, я уходил, значит, нет, когда пришел, у меня бюджет был где-то меньше 20 миллиардов, а уходил-то, мол, за сотню был, поэтому, ну, это же не просто так, деньги никто не дает, их надо зарабатывать, и вот вместе с компаниями мы работали, и вот, я считаю, это главное, я горжусь этим, что мы со своей компанией, со своей командой сумели сделать, чтобы нефтегаз работали на людей. Юрий Васильевич, я посмотрела вашу биографию, у меня было такое ощущение, что вы добровольно сами не хотели ни одной своей должности, по большому счету, если можно было эту должность не занимать, вы бы ее и не занимали, но люди за вас голосовали, насколько было проблемно понять, поддерживают вас люди или не поддерживают, потому что то, что вы предлагали, иногда шло в разрез вообще со всеми общепринятыми правилами. Вот это совершенно верно, ты подчеркнула, что я правда, я на должности не напрашивался никогда, только отказывался. Когда меня пригласили в администрацию президента и предложили, так сказать, а я был замглавой администрации области, переехать сюда, так сказать, вот губернатора, того не было, руководителя администрации, вот я отказался. Отказался, потому что сказал, да я уже восемь раз переезжал, я больше не хочу. Вот меня второй раз пригласили, вроде, ну как, мы посоветовались с генералами газовыми, там туда-сюда, вроде как к тебе хорошо относятся, давай, а это родина твоя, там, ну, в общем, давили. Я отказался. Ну, на третий раз, когда меня Ельцин пригласил, и когда он мне сказал, что, ну да, когда Россию поднимать, значит, Ельцин пьяница, Ельцин там, этот, дебошир, там, и так далее, а как я попрошу вас, значит, помочь, так вы в кусты. Это меня задело. Я бы так сказал, хорошо, Борис Николаевич, я поеду. Он говорит, а это другое дело. Вот так вот. Так что, это первое должность отказывался. Совет Федерации, когда пришел, Валентин Иванович Матвиенко трижды меня тоже уговаривал стать представителем Комитета по экономической политике. Я ей тоже говорю, Валентина, ну не мое это, ну, не это, я вас не хочу подводить, и все. Она говорит, ну кого, Юрак, у тебя опыт есть, там то, то, то. И вот почти пять лет мне пришлось поработать тоже, хотя еще раз говорю, и то я согласился, потому что мне было неудобно. Я ей сказал, знаете, Валентин Иванович, я соглашаюсь, а то еще подумать, я себе цену набиваю, три раза, значит, отказываюсь. Вот так вот поработал, да. Ну, после ухода с Совета Федерации мне было немало предложений, но я отказался. Ваша коллега и где-то даже член вашей команды в определенное время Наталья Владимировна Комарова на вопрос моей коллеги, было ли когда-то страшно, сказала, что да, когда ты знаешь, что у тебя в городе еды на полтора дня и больше пока нет вообще, это страшно. А вы помните свой страшный день, когда вы понимаете, что вот прямо сейчас стоим на краю? Конечно, это был каждый день страшный. Вот когда 90-е годы были, ну, представляете, что только они платили заработную плату. Не месяц, по полгода не платили. Ко мне были моменты, когда я ездил по округу, потому что надо было встречаться. Мне тоже детей бросали в пеленках, на, корми. Значит, ну, вот такие были сложные моменты. И вот мы тогда садились. Я благодарен вот покойничку Рэму Ивановичу Вехерову. Молодец он все же. Он уважал Ямалу, понимал, что это житница не только для Газпрома, а для всей страны. И вот мы с ним мудрили, как вот людей прокормить. У них хоть урсы были, да, этого управления рабочего снабжения, куда привозили там иностранное мясо какое-то, там все что-то. И вот мы хотя бы учителям, врачам, прочее, выдавали такие пайки. Вот. Все же газовики, нефтяники жили получше, а село-то у нас вообще там ничего не было. Вот. И облигации с ним придумывали. Закладывали их в банки, получали деньги, того, чтобы хоть половину зарплаты выдать, а потом их гасили. Вот. Ну, интересные были времена. И если бы мы не сумели с руководителями нефтегазового комплекса найти вот варианты выхода из этого ситуации, был бы взрыв социальный. вот вы, я не досказал, задели хорошую тему, а нужны ли были вот такие города, как Муравленко, Губкинский, рядом с Надымом, это, десятитысячное поселение, Карачаево, там, да не нужно было этого. Но почему бы, и вообще надо было строить Новый Ренгой в болотах, когда был город Надым? Развивайте, делайте его на 150 тысяч. Но, чтобы там были школы, дворцы, как на большой земле, а не так, как люди ютились в болках, а школы переделывали под всякие там эти, стройбазы переделывали под школы и прочее. Но это неправильно. И надо было развивать. То же самое. Почему бы не развивать город Ноябрьск? Но нет, это вот, понимаете, была ведомственность, которую сложно было поломать. Я помню, как воевали Вяхерев и Чубайс в районе, значит, Уренгоя строили две электростанции. Одна, другой, километров 5-7 там, значит. Ну, какая экономика это выдержит? Ну, построите одну, договоритесь там, по переплатам там и так. Нет, строят каждый себе. Потом обе бросили, обе сгинули. И таких случаев было много. Была ведомственность. Геологи сами себя обустраивали, строители сами себя обустраивали. Вот я в Сургуте был, там город делился действительно на, как в Америке штаты, а здесь, значит, вот это, по принципу, все мое. Геологи, энергетики, строители, нефтяники, вот такая, газовики, и все отдельно. Каждый себе делал ОС, строил, жилье сам, значит, себе конопатил там. Ну, то есть, вот не было, и попробуй вот их сложить. Я помню, как работая корреспондентом в Карачаево, чтобы позвонить в соседнюю организацию, я звонила сначала на МТС Москвы, Москва мне соединялась с такой-то организацией, это было примерно, ну, наверное, 8 переключений, то есть, пешком было дойти до места, куда я хотела позвониться. А новое, понимаешь, ничего не принимали. Вот когда впервые настояли и начали вахты работать на Ямбурге, потом только все поняли, насколько это выгодно, насколько это правильно, и насколько это в воспитательном плане даже. Вы посмотрите, там же никто не пьет, они по два месяца там живут, и ничего, они умирают без водки. А потом приезжают, ну, там, гости к себе, там, это их дело, и как, да, но они привозят деньги, и хорошие деньги. Это тоже воспитательный процесс. А когда ты там два месяца живешь, у тебя есть хороший спортивный зал, есть библиотека, есть все возможности, ну, учиться там заочно или еще что-то, понимаешь, это очень правильное было условие созданное. Чтобы наши зрители сделали правильный вывод из ваших слов, то есть вы сейчас считаете, что если города построены, значит, надо уже идти за людьми, и они живут в этих городах, но если бы можно было принимать решение до, до этого, то надо было бы идти по пути Ямбурга. Конечно. Вот люди, которые сейчас живут в том же Муравле, они же не виноваты, правильно? Это до них было принято решение. Сейчас города уже имеют полную инфраструктуру и прочее. Ну, что ты, сносить их будешь. Попытались мы на дым снести, ну и что? И здесь тоже это бесполезный вариант. Но, вначале, я о чем говорю? У нас еще ведь много площадей, где мы будем свои планы какие-то давать. Ну, надо ли создавать новые города? Это может быть, может быть, придут какие-то новые технологии, новые какие-то еще там, еще что-то. Может быть, и надо локальное что-то. Но вот так бездумно, что вот здесь будет город, это неправильно. Я физически хочу представить, как Черномырдин, Вяхерев и Ниолов могли подраться. Я тебя учу добывать газ? Нет. Ты меня не учи управлять округом. Вы вообще себя представляете в виде памятника? Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели изуважение. Я ждала этого слова, чтобы вы сказали хотя бы раз слово «жена». Тюрьевич, вы уже эту фразу сказали. Я физически хочу представить, как Черномырдин, Вяхерев и Ниолов могли подраться. А так или иначе, в интервью у всех троих есть, были такие вопросы и решения, мы чуть не подрались. Вот я хочу физически это представить, как вы могли подраться. Можете привести хоть один такой пример вопроса, из-за которого можно было дать друг другу вопрос? Мы с Рэм Ивановичем встретились в Новом Уренгое. И мне тогда нужно было назначить мэра города. И они газовики сразу. Так будет газовик. Значит, я говорю, а почему-то вы считаете, что газовик должен быть? Ну так, потому что это наш город, вот тут газ добываем. Слушай, ты добываешь газ, я тебя учу добывать газ? Нет, ты меня не учи управлять округом. И назначил Комарову. Он сказал, нет, не будет. Рим Султанович тоже сказал, нет, под бабой работать не буду. И они там, понимаешь, нет и все. Я ему сказал, нет, будет так. Рим распсиховался, из этой гостиницы уехал в другую. Три дня мы вот так вот, в том все. В конце концов, он приехал. Да, Юр, ты, наверное, прав. Давай им вот это все. Помирили с ним. Пошли, Наталью пригласили, представили ее Сулейманову. Последствия потом, Рим Султанович мне сказал, ну, ты, наверное, был прав. Мы нашли с ней нормальный контакт и все, понимаешь, что есть. Вот я ему наоборот говорил, не надо, чтобы был газовик. Потому что вы замкнетесь в своем этом вот кружке и все. А город-то ведь не только газовики. Как вы формировали команду? По какому принципу? Ну, я все же по принципу профессионализма, ума. вот не там, чтобы у меня около сапога терлись и говорили мне, какой я хороший. Я не боялся брать людей, которые умнее меня в тех отраслях, где они, так сказать, работают и прочее. Ну, вот возьми, Левензона я взял. Вот кто лучше бы координировал нефтегазовый комплекс, человек, который из простого геолога дошел до генерального директора портнефтегазгеологии. Конечно, он понимал все это. Поэтому и генералы с ним говорили на ты. И так и других людей я набирал. Потому что нельзя по-другому, нельзя бояться, что вот некоторые наоборот берут людей, которые чуть-чуть глупее тебя, да, и под шапку брать и командовать. Но это неправильно. Если мы работаем на одно общее дело, конечно, не надо бояться, что кто-то лучше тебя разбирает. вот у меня Светка Шевченко была, да, Светлана, она министра вставила будь здоров на место, потому что она четко знала свою систему. Она знала, что такое пенсионный фонд, она знала, что такое казначейство, она все знала. Вот такие люди в команде нужны. Левензон вспоминал, что пришел с болью о том, что геология разваливается, и я пришел к Ниолову, он говорит, а что ты мне все это рассказываешь, иди работай. Он пришел, говорит, все, геологию бросили, там, и так далее. Я говорю, я тебе предлагаю одно, иди ко мне первым заместителем и исправляй это дело. Вы говорили о том, что очень важно в региональной политике сохранять преемственность. Вы отвечали на этот вопрос во многих предыдущих ответах, так или иначе уже мозаику можно сложить. Но если подводить такой вот итог, и вы говорите, вот преемственность на Ямале в чем? Ну, преемственность, во-первых, ты всегда должен понимать, что ты не вечный, понимаешь? И что всегда наступит какое-то время, и если ты не сумеешь подготовить человека, который придет на твое место, ты потеряешь то, что ты наработал за эти годы для людей. Вот для этого и нужна преемственность. Юрий Васильевич, вот работа губернатора и даже вот работа мэра небольшого города это драйв с каждого утреннего часа. То есть ты никогда не знаешь, какой вызов тебя ждет на следующий день, потому что, когда живет город или регион, это просто сногсшибательный на самом деле режим работы. И вызовы, постоянные вызовы, это постоянно, ну, вот прям на гребне этой жизни. Как можно перестать быть на этой работе? Вот как вы сегодня живете? Ну, как говорит, если уж согласился, то не надо плакаться. Значит, ты знал, на что идешь. И поэтому я когда не всех понимаю, когда говорит, ой, ой, я уже все не знаю, что за мудрость. Ну, да-ка, что ты, зачем шел сюда? Если надо понимать, что ты уже особо себе не принадлежишь. Если ты действительно хочешь, чтобы люди тебя уважали, чтобы были какие-то дела и все прочее, дорогой, свое личное пока немножко оставь. Вот вы говорите, команду выбираете по профессиональным качествам, но вы же профессионал, вы политолог, вы понимаете все в гражданской авиации. Когда вокруг вас есть оленеводы или там геологи и нефтяники и так далее, как вы оцениваете этот профессионализм? Вот как это, где этот краеугольный камень? Ну, как, да, мы отвечаем за все население, но я пытался всегда найти проблемы. Вот у той или иной категории населения есть проблемы. Понимаешь, берем учителя или берем здравоохранение. Так, поднимаем. Какая проблема? Вот эта. И вот теперь заместитель мой в команде должен разобраться, эту проблему решить, снять и тогда, так сказать, вот только так можно. Потому что правильно, в одной голове все не уместится и не сделаешь ты, и не получится. Для этого и нужна профессиональная команда. Нормальные заместители, начальники департаментов, управления. Вот тогда будет все крутиться. Но для этого ее надо подобрать. Это непросто. Если кто-то думает, что вот раз-раз накидал и все, нет, конечно, нет. Есть прекрасные и лояльные люди, которые будут вам говорить о том, что вы гениальны, прекрасны, совершенны. Самое интересное, что, ну, понимаете, вот люди так устроены и на самом верху, и до нашего, до нашего уровня, когда тебе всегда в ухо поют, что ты, ну, ты молодец, да, у тебя вот, как вот ты сегодня все хорошо. А вот тот, знаешь, надо его это посмотреть. Мне помощнички-то тоже в ухо шептали, будь здоров. Но у меня хватало мужества самому разобраться и посмотреть, что к чему. Потому что можно было столько судеб загубить. Юрий Васильевич, человек, который никогда не был на Ямале, не слышал и даже не знает, где он на карте, и вам надо его представить. Вот Ямал не елова. Он о чем? Ну, обычно говорят, вот раньше Ямал, ой, это нефть, газ, олени, медведи и так далее. Это, прежде всего, конечно, люди. И люди здесь воспитываются по-особому. Вот всегда, когда южане приезжают, они говорят, ну, у вас какие-то люди такие, не злобные, особые. А потому что север заставляет быть таким. Если ты едешь по дороге в минус 50 и не остановишься, если у кого-то колесо отпало, да, или в тундре человек заблудился, и даже летом, когда комары или еще что-то. Вот это умение протянуть руку помощи, вот это особое чувство ямальцев. Вот я так считаю. Вы знаете, что журналисты просто невольно много слышат, потому что находятся всегда как бы за кадром. Я вот много раз ловила эту фразу, как не ёлов слушает, усами как шевелит. Вот ваши знаменитые усы, правда, что когда вы их сбрили, вы их проиграли в карты? Да нет, конечно. Хотя я в карты играю хорошо. Вот. Нет. У меня, знаешь, как усы сохранились? Я был в обкоме комсомола, работал первым старым обкомом. Меня забрали секретаря агрокома партии из Салихарда. И так был тоже покойничий Геннадий Павлович Богомяков, первый старый обкома партии. И приглашает меня, значит, ну все. А я уже приехал с Москвы с собеседования. Меня утвердили. И он меня приглашает. Ну, давай. Значит, так. А усы сбрей. Чтоб усов не было. Я удачу, Геннадий Павлович, я их это ношу постоянно. Геннадий Павлович, нет сбрей. Ёлки. Ну, что, думаю. А первый обком о партии сказал, все, ну тут никуда не денешься. И через 2-3 дня к нам приезжает Горбачев, генеральный секретарь ЦК партии. И Богомяков его везет в обком комсомола. Причем меня не предупредили ничего. Я сижу в кабинете, звонок. Я говорю, да, это Богомяков. Мы с Горбачевым едем к тебе в обком комсомола. Я говорю, как отключу? Давай, встречай, мы уже подъезжаем. Ё-о-о-о. Я бросаю трубку вниз, у нас 4-х этажное здание. Бегу, там раздаю эти указания на бегу. Ну, давайте в кабинет заходите, там смотрите, сейчас генеральный секретарь будет, заработался уже совсем. Я спускаюсь, точно они подъезжают. Я их встречаю. Все, зашли, он говорит, я знаю, что Тюмень это ударные комсомольские стройки, вот, ну, расскажите мне, что, как. Я его подвел, к карте показал, там все, он говорит, молодец, все знает, значит, все. Зашел в кабинет и посмотрел, как там, что, и уехал. И, а я был членом бюро, когда его провожали, я тоже участвовал. И вот он уже, мы у самолета все выстроили, стоим, он проходит со всеми, там, это, я последний стою, так подходит, молодец, молодежи правильно, там все, а усы носи. А как он узнал про ваши усы? Не знаю, просто так вот заговорят, а усы носи. Это ему Богомяков сказал, ой, бы усы не сбри. Я сразу на Богомяков, ба, все, и усы так сохранил. Вы хорошо знаете, что вот еще в 90-е я приехала, я полярки зарабатывала. У меня на это ушло, сейчас уже даже не помню, то ли 3, то ли 5 лет. Многие, кто сегодня приезжает на Ямал, все северные льготы и полярки предоставляются сразу, только приезжайте и работайте. Вопрос северных льгот или компенсации, который сегодня кажется очевидным и который сегодня в принципе в норму заработной платы входит автоматически. Как я понимаю, для вас это тоже было поле битвы. Не все были согласны, что они должны быть. Да, да, были негласные принятые решения снять это все дело и оставить там коэффициенты, где один к трех, один к северные убрать и так далее. Это разговоры были постоянно. Вот тем более, ну, страна тогда на грани была развала, денег не хватало, и это постоянно разговоры были. Ну, мы это дело отстояли, и я считаю это правильно. Вы знаете, в чем неправильно? Вот я считаю совершенно неверным. Вот есть категории населения, которые в разных регионах получают по-разному. один чиновник получает два миллиона, а тот получает сорок тысяч, пятьдесят тысяч. Ну, почему бы не сделать так, что независимо от категории, да, начальства, ты должен получать, ты должен получать, тебе положено триста тысяч получать, получай, но если ты на севере, тогда тебе будет коэффициент плюс, тебе будет плюс северные и так далее. но это по-честному. А так получается, должность одна, одна на всю Россию, да, а все получают по-разному. Поэтому одни обижаются, другие, значит, по возможности бюджета, говорят, там у нас вроде есть возможность, мы будем. Это неправильно, это несправедливо по отношению к населению и прочее. А вот, а так вот было бы справедливо. Ну, положены тебе коэффициенты северные и так далее. Но должностной оклад должны регулировать правительство. Он как-то, тогда не будет этих перекосов дурацких. 70 лет прекрасный возраст, наверняка вы думаете об этом, хотите себе что-то пожелать, чего-то желаете своим ровесникам, но что думать, то жить надо, да и все, я сейчас живу нормально, меня, ну, все устраивает. Я охотник, рыбак, вот сейчас с вами интервью закончу, поеду на охоту. Правда, ветер сегодня сильный, но буду ждать, когда стихнет. Я рыбачу, живу в Тюмени, у меня вполне нормальное хозяйство. Я, кстати, вообще фермером стал нормально. У меня все есть. На ферме голуби? Нет. У меня верблюды, яки, у меня американские пони, у меня утки, гуси, индюшки. Почему я буду перечислять, будь здоров, я настоящий фермер. Я сено заготавливаю по 300 тюков. Вы сейчас так похожи на маму, потому что Ольга Ивановна рассказывает, натащат собак, кошек, семья в подполе жила. Так что бараны у меня, свинюхи, причем свинюхи у меня не просто такие, а мангалицы, в бегудях все. Я могу сказать, что человек не бедный, я благодарен людям, народу и администрации, что у меня неплохая пенсия. Ямалу надо быть всегда впереди, потому что это регион, у которого огромное будущее. У многих не то, что нет будущего, они просто будут на одной ступеньке развиваться, а у Ямала огромное будущее впереди. Во-первых, мы еще раз говорю, не занимались нефтью, мы не выходили на шельф, на морской шельф не выходили. Мы в принципе этой Арктикой не занимались ничем. И вот это все впереди. То есть вы в альтернативную энергетику не верите, в атомные станции не верите. Вы считаете, что все равно возобновляемые ресурсы будут рулить планетой? Ну, вот знаете, я всегда удивлялся, когда разговоры такие сликли. Нам надо слезть с нефтегазовой иглы. Надо срочно слезть. Да нас природа одарила такими богатствами. Кто вам мешает, сидя на этой игле, заниматься сельским хозяйством, заниматься строительством, заниматься ноу-хау всякими транспортами? Кто мешает? Нет. Надо слезть с нефтегазовой это, а потом это наоборот помогает развитию этом. И у Ямала есть будущее. И, конечно, надо упор делать на переработку. Вот правильно ты сказала, что нефтегаз, как бы оно ни было, жизнь идет вперед, оно будет все меньше и меньше потребляться в сыром виде. Нужна переработка. Нужна сложная переработка. Новые совершенно материалы и так далее. Вот чем надо заняться. Юрий Александрович, мы с вами находимся в музее, музей носит ваше имя. Вы вообще себя представляете в виде памятника, улицы? Как вы думаете, назовут улицу в Салихарде вашим именем? Знаешь, жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели изуважение. Поэтому ну что, музей, да, чисто вот та часть, да, для друзей. Я никого не приглашал, никого, люди, которые ко мне приезжали, я показывал, что вот так, так, так. Вот, а потом все же возникла мысль, мы не бережно относимся к истории, которую сами создаем. Вот та же команда моя, да, она очень много сделала для Ямала. Не я, а вот именно команда. И вот эта веха в истории, она должна сохраниться. Я ждала этого слова, чтобы вы сказали хотя бы раз слово «жена», потому что, когда вы говорили о работе губернатора, вы сказали, что, приводя пример, что, друг, вот сейчас у тебя государственная работа, ты лично это убери в сторону. Так ведь пока у тебя государственная работа, ты лично это можешь потерять. Вот в части не елов человек, муж, отец много пришлось потерять? Понимаете, ну жизнь, она по-разному складывается. Мы с женой давно разошлись, вот, разошлись не там, что там, не по злобе, книги не делили, значит, там, все по-хорошему, по-мирному и нормально. И сына вырастили, сын сейчас в Тюмени живет, он гражданин Швейцарии, закончил университет, вот, работал по специальности, вот, и там, сейчас переехал, живет в России и работает, но является гражданином Швейцарии. Внуки у вас есть? Внучка у меня, да, хорошая, умная, наверное, умнее меня будет. А ну, они нас всех умнее. все нормально. Конечно, я у себя в судьбе планировал совсем другое. Я действительно был предан авиации, хотел работать в авиации, я бы работал без проблем. Ну, так случилось, что меня в политику, значит, забрали. Ну, я не, вот, за эти 70 лет я не жалею, как вот раньше у вас у журналистов песня такая была. Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти. Получилось остаться собой? Ну, конечно, вот, понимаете, вот эти философы, они задают вопрос, а в чем смысл жизни? Ну, черт-то знаю, в чем смысл жизни. Но я вот понимаю так, тоже вспомнил слова из хорошей песни. Если ты, человек, так бесследно уйдешь, то для чего ты живешь? Вот, я как мог, не наследил, а попытался оставить след вот в истории Ямала, в истории Родины, в истории, там, может быть, своей жизни. Поэтому всем желаю тоже всего доброго. Редактор субтитров Редактор субтитров